Ян Матвеев с нами на связи, военный эксперт. Ян, здравствуйте. Рада вам, как всегда, в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Ян, вот говоря то, о чем говорила моя коллега Катерина, в контексте вот этого указа со стороны Владимира Путина, якобы направленного в целом на всех частные военные компании, на всех добровольцев, но, как говорят ваши коллеги, военные эксперты, что это конкретно для под Вагнер был заточен вот такой вот указ. Теперь какая судьба ждет представителей этой частной военной компании? Все ли они, как вы считаете, будут присягать на верность России? Я думаю, что, судя по всему, да. Может быть, исключение будет сделано для тех бандитов, которые находятся в Африке и будут находиться в Африке. Их, вероятно, из них, да, создадут какое-то новое формирование, дадут им нового начальника, скажем так, уже подконтрольного Кремлю, ну или как, может быть, Кремль думает, что подконтрольного. И, соответственно, они будут продолжать действовать в Африке, может быть, и без вот этих вот всех формальностей. Всех остальных, основную массу вагнеровцев, которая собрана во многом из освобожденных заключенных, скорее всего, попробуют вернуть в ряды Минобороны уже как подписавших там контракт или там добровольцев в любом статусе, но вот после действительно вот этой присяги. Да, эта формальность, естественно, она ничего не будет гарантировать, но все вот эти вот маленькие такие хитрости, они будут лишать Вагнер какой-то своей самостоятельности, будут все больше отрывать людей, вот этих вот наемников от их прошлого, разрывать выстроенные уже связи. Ну и, соответственно, это все приведет к тому, что Вагнер просто перестанет существовать как отдельная организация. А есть ли окно возможностей, как вы считаете, ныне для представителей там командования честной военной компании Вагнер, помните, после вот того, что случилось в Тверской области с самолетом господина Пригожина, с Уткиным, появились определенные реваншистские настроения, то есть мы сейчас опять повторим тот самый марш справедливости, который был в июне 2023 года. Окно для этого марша, оно сохраняется, и, в принципе, видите ли вы перспективу в новом марше справедливости? Нет, я думаю, нет, в том числе потому, что среди всех остальных так называемых командиров ЧВК Вагнер нет каких-то прям вот медийных, публичных персон, и, судя по всему, Пригожин тоже управлял своей структурой именно так, чтобы не выделялось каких-то чересчур авторитетных людей, которые могли бы там выйти хотя бы там на один уровень ниже него самого. Да, безусловно, там есть люди, которые авторитеты для своих подчиненных, для, собственно, таких же вагнеровцев, но вот в глобальном смысле таких лидеров там особо нет. И плюс к тому ситуация сложилась так, что даже технически невозможно что-то такое устроить. Я думаю, что вот сейчас уже, постфактум, после того, как все произошло, можно предположить то, что отправка вагнеровцев в Беларусь была сделана именно с этой целью, чтобы можно было спокойнее уничтожить Пригожина. Потому что она, в принципе, вызывала вопросы, что вагнеровцам делать в Беларуси. Так, на самом деле, и не появилось ответа же на этот вопрос. Помимо вот этих вот угроз Польши, там, возможно, диверсий, фактически какой-то реальной военной деятельностью вагнеровцы в Беларуси заниматься не могли. А вот сейчас кажется, что, может быть, это было сделано, вот, чтобы избежать. То есть избежать какого-то вот волнения, каких-то выступлений. Потому что находить вагнеровцы на территории России, они могли бы сразу начать что-то делать. А с территории Беларуси им надо еще уйти как-то. То есть плюс это вот дополнительная такая преграда. Как-то успеть организоваться и так далее. Плюс они находятся, по сути, подконтрольном лагере, где за ними там ведется, я уверен, наблюдение. И все, все видят и знают, кому надо. Это все усложняет. И сами вагнеровцы уже психологически попали в такую ситуацию, когда они не какая-то там независимая организация, которая сидит в своем лагере или в лагерях и сама решает свою судьбу. А они в чьем-то лагере? Ну, по сути, в лагере, который им Лукашенко предоставил. То есть они уже в подчиненном положении. Психологически это тоже, конечно, влияет на принятие решений. И сейчас, естественно, они более пассивны, чем раньше. Ну, то есть их, по сути, в такую ссылку отправили. Кого-то в Беларусь, кого-то в Африку. Да, возможно. Ну, в Африку не совсем ссылку. В Африке они все-таки занимаются вот этой своей деятельностью, как и раньше. Но там их небольшое количество. Ну, и из Африки тоже, естественно, что-то сделать в России невозможно. Остается ли ныне, по вашему мнению, опасность для Польши и стран Балтии, Сувалский коридор, то место, где якобы должны были, собственно, активизироваться представители частной военной кампании Вагнер еще во время того, как был жив Пригожин? Ныне же сохраняется ли такая опасность? Ну, пока вагнеровцы, какое-то существенное их число будет находиться в Беларуси, опасность всегда такая будет, естественно. И я не удивлюсь, если часть вагнеровцев передадут Лукашенко и из них сделают тоже какое-то небольшое подразделение, которое будет в составе его армии, не знаю, какую-нибудь личную гвардию там или что-нибудь такое. И, естественно, продолжать совершать, ну, угрожать диверсиями и, возможно, их совершать вагнеровцы смогут даже небольшим количеством личного состава. Понятное дело, что о каком-то захвате территории полноценном, там и войне, наступлении речи и раньше не было, потому что сил у них, очевидно, недостаточно, и вооружения нет. Но там две, три, четыре сотни, если вагнеровцев останутся под контролем Лукашенко в Беларуси, то, конечно, их могут использовать для диверсии и каких-то провокаций в той же Польше. Это вполне возможно. Также СМИ ныне распространяют информацию о Викторе Буте, небезызвестный человек, торговец смертью. Как его принято называть, это известный торговец оружием, который отбывал в США, напомню для наших зрителей, 25-летний срок заключения. В конце 2022 года был обменен на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, которая была незаконно осуждена на территории Российской Федерации. Один из самых крупнейших якобы нелегальных торговцев оружием в целом в мировой истории может, по сообщению СМИ, возглавить оставшиеся структуры частной военной компании «Вагнер». В представителе господина Бута, скажем так, сказали, что эта информация абсолютно не является правдивой, но такая вероятность, опять-таки, как говорят СМИ, все-таки остается, что не может Виктор Бут остаться без довольно серьезной роли для Кремля. Как вы считаете, будет ли оружейный торговец, оружейный барон возглавлять частную военную компанию «Вагнер»? Теперь же, вроде бы, по идее, должно быть лицо возглавлять эту частную военную компанию, которая полностью будет зависеть от Кремля и только Кремлю подвластна. Ну, в целом фигура Бута выглядит интересно в том плане, что наверняка у него сохранились многие связи с самыми различными бандитами, террористами и властями в разных частях света. Конечно, он часть времени отсидел и что-то изменилось, но все же он остается такой довольно авторитетный, в том числе фигурой. Единственное, есть с этим всем маленькая проблема, то, что, боюсь, что Бут просто невъездной во многие очень страны, и это может стать препятствием. То есть, я думаю, что вагнеровцы, ну, вот та структура, в которую превратится так называемая ЧВК «Вагнер», она будет продолжать действовать в Африке в первую очередь. Ну, и придется, естественно, туда ездить, и не только туда. Поэтому возможно, что Бут, допустим, и будет каким-то официальным руководителем или неофициальным, но всем известным, публичным, в кавычках, лицом этой организации, а при этом будет еще кто-то, может быть, несколько людей, которые будут незаметны, которых, например, нет под санкциями, возможно, которые смогут везде ездить по миру и проворачивать различные делишки, ну, будут просто слишком заметны, то есть невозможно вот так вот взять и пропустить его незаметно в какую-нибудь цивилизованную страну. Поэтому пока все-таки под вопросом еще кандидатуру Бута посмотрим. Ну, плюс он, конечно, больше именно торговец, он не такой прям военный. Возможно, выберут кого-то именно из военной среды, то есть, там, не знаю, бывшего какого-нибудь там десантника или еще какого-нибудь вояку, который себя зарекомендовал и который предан Путину и, соответственно, Кремлю. Ну, в чем точно мог бы помочь господин Буту Вагнеру, так это в снарядах, о которых ранее просил господин Пригожин. Об Африке, Ян, что интересно. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью нашему коллеге Алексею Мацуке говорил о том, что Путин уступил интересами в Африке ради мести. Как раз в контексте господина Пригожина, якобы без Пригожина, без Уткина, частная военнокомпания Вагнер, как говорят, уже не та. И, в принципе, в Африке она не сможет действовать настолько эффективно, как это действовало, как это делало ранее. К тому же пример, последнее видео господина Пригожина, где он говорит 50 градусов, да, он, по-моему, так говорил, нам тут удобнее, комфортнее работать, все как мы любим, собственно. Считаете ли вы, что, согласны ли вы с таким мнением, что это, по сути дела, уступка Африкой в рамках смерти Пригожина? Ну, я думаю, что это в каком-то смысле верно, в том плане, что Путин, ну, не то чтобы прям уступил, просто у него был выбор, да, из двух вариантов, то есть оставить Пригожина, но сохранить, допустим, больше контроль над Африкой с риском того, что Пригожин однажды снова может что-то свое затеять и действовать по-своему, ну, либо убрать Пригожина, но, соответственно, потерять, вероятно, какую-то часть влияния, какие-то возможности в Африке, безусловно, без Пригожина и без Уткина ЧВК Вагнера становится гораздо слабее и, возможно, будет полностью, рано или поздно, ну, просто разрушиться. Даже если там в Кремле назначат управленца какого-то, будут поддерживать деньгами, все что угодно, все равно это абсолютно не гарантирует ЧВК Вагнера продолжение их, значит, истории. Потому что, естественно, вся эта организация, все это военное, военизированное формирование существовало на жестком контроле Пригожина на его организаторских способностях. Без этого, наверное, ничего бы и не было. Поэтому действительно можно предположить, что с Африкой будет все не так хорошо. Может быть, просто Путин понял, что не так и ценен тот вклад, который Вагнер вкладывает в это влияние российское в Африке. Все-таки Пригожин там и сам много зарабатывал, не то чтобы прям Россия много оттуда получала. Не знаю, сложно сказать. Или, может быть, Путин в своей манере надеется, что он самый умный, он все решит и все сделает лучше всех, и поэтому плевать ему там на Пригожина, да, может быть, там ЧВКшники что-то там не так сделают. Ну, ничего, он, Путин, придумает все сам, и все будет отлично. Ну, как бы, к каким результатам такое мнение Путина приводит, мы знаем. И я все-таки прогнозирую, что вот эта вот вся структура, как бы она дальше ни называлась, там, ЧВК Вагнера или любая другая, она будет слабее в будущем и, возможно, полностью исчезнет. Ян, ну, если мы уже можем говорить о том, что есть уже некоторые предположения, что будет с теми боевиками, которые в этой частной военной компании, там, говорят, что они могут перейти под Министерство обороны России, да, их распределят по подразделениям, то не только ведь военизированы эти части, ну, и там, фабрики, тролли, какие-то телеграм-каналы. У Вагнера была огромная империя. Вот это наследие, кому оно достанется, если желающий вот этот лакомый кусок уже фактически готовых вот таких вот продуктов получить? Назовем их так. Ну, насколько я понял, самих сотрудников и вот эти вот структуры, их все-таки увольняли и как-то разрушали, может быть, Пригожин сознательно это делал, чтобы не отдавать в готовом виде эту структуру кому-то. Но я слышал о том, что вроде как Симонян пытается это все захватить, может быть, кто-то еще вот такого уровня. Безусловно, это очень ценный такой актив, и собрать людей, даже уволенных там, все равно не составит большого труда, главное, что основных каких-то. Ну, они, естественно, всем известны, и так или иначе, ну, известны я имею в виду именно в этих кругах, и если надо будет, то тоже там та же Симонян справки наведет и получит все фамилии и контакты, и сможет с этими людьми связаться, даже если они будут уволены, там или куда-то разъедутся по стране или еще. Поэтому я думаю, что без работы самые главные пригожинские тролли, конечно, не останутся. Сейчас очень востребована эта работа пропагандистская. Вполне возможно, да, что и Симонян будет усиливать свой медийный ресурс, может быть, еще кто-то. Плюс мы знаем, что у многих российских чиновников крупного уровня тоже есть свои такие армии небольшие, троллей. Вот, может быть, по ним тоже будет распределено. Вспомнили вы о олигархах. Олигархи также имеют под своим крылышком еще некоторые и частные военные компании Вагнер свои. Как вы считаете, какой пример подал Путин, убив Пригожина, для людей, которые имеют у себя свои небольшие армейские соединения? Ну, я думаю, что кроме Пригожина никто не имел такие соединения, которые были бы настолько в такой степени независимы от российской армии. Несмотря на то, что ЧВК Вагнер полностью содержалось за счет государства, из бюджета, все-таки по принятию решения, по действию на фронте они были относительно независимы. Все остальные так называемые частные военные компании или организации, похожие на частные военные компании, они не имеют такой независимости, они встроены в систему Минобороны, и основное у них это только финансирование. Ну, вот как была история, не так давно журналисты писали, что сразу несколько российских олигархов в своей компании набирают сотрудников, чтобы потом сразу же их передать в Министерство обороны по контракту. Соответственно, платят им и российская армия, и вот эта компания, в которую они были наняты. То есть, по сути, олигархи дополнительно финансируют рекрутов для путинской армии, тех, кто вот на это соглашается. Вот я думаю, что все это работает примерно по такой схеме. Ну, а что касается сигнала, я думаю, что произошло нечто закономерное, и все просто еще раз убедились, что жестко выступаешь против Путина, Путин этого точно не забудет. Именно это, я думаю, он и хотел показать. И, соответственно, все они будут еще больше бояться. Ну, вот эти всякие олигархи и прочие связанные с Кремлем люди. Ныне господина Пригожина, почившего, сравнивают с генералом Лебедем, небезызвестным. Я вот нашел его цитату. «Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится». Собственно, такие же позиции были у господина Пригожина, резкие в отношении элит, в отношении простых людей, как нужно правильно воевать, устраивать, собственно, политику и многое другое. Складывается впечатление, что пройдет пару лет, и в случае, если режим сохранится на территории Российской Федерации, Пригожин, ну, если канонизирован не будет, то возведен в лик вот этих великих людей, в Великой России, которые боролись за пресловутый русский мир и точно, ну, войдут в аналы истории, как великие люди. Не видите вы такой роли для Пригожина? Нет, не думаю. Я думаю, это некоторое преувеличение, связанное с тем, что сейчас просто все такое заметное, ну, из-за интернета, из-за всего оно очень сильно преувеличивается. На самом деле, большинство людей все прекрасно понимают. Понятное дело, что у Пригожина есть много поклонников, особенно среди поклонников войны, то есть это очень пересекающиеся категории. Среди тех, кто против войны, у Пригожина поклонников, я думаю, какие-то единицы и единицы тех, кто действительно верил, что он действует именно там против Путина и готов идти, и там не связан с Путиным, и будет совершенно, значит, бороться за вот то, что заявляет. На самом деле, это во многом не так, и мы знаем, что он финансирование получал, и был там зависим от Минобороны, и во многом то, что он говорил, это просто вранье, и сравнивая его с тем же генералом Лебедем, на мой взгляд, я, конечно, не очень следил непосредственно за Лебедем, когда он был действующим лицом, потому что я был совсем молод. Но, судя по всему, генерал Лебедь был более искренним человеком, и больше, да, он тоже не ангел, безусловно, но он больше верил в то, что говорил и то, что делал, а Пригожин, ну, он профессиональный обманщик, начнем с того, да, профессиональный преступник, он, вот мы уже вспоминали, фабрики троллей, да, он же вообще первый массово придумал это делать в России, и поэтому верить ему вот так вот просто нельзя, он говорил то, что люди хотели услышать, довольно очевидные вещи, ну, и таким образом завоевывал себе какую-то популярность, но я думаю, она точно так же легко и закончится, сейчас в век интернета это быстро проходит. Понятно, да, спасибо большое, Ян, за то, что к нам присоединились, Ян Матвеев, военный эксперт, напомню, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok